Это одна из стен, которая находится не в муниципальной зоне вообще ответственности. Объективно она находится на землях частных. Вот здесь мы находимся, это частная земля. Дальше туда... Я пока сейчас надо точно это выяснять, потому что у него очень специфические отношения к своим земельным участкам. Он то их оформляет, то переоформляет и так далее. Буквально некоторое время назад она точно была именно Генералова. Сейчас по всем документам мы будем проверять, по регистрации и так далее. Поэтому здесь я сейчас не буду конкретизировать. Поэтому это земля частная. Дальше вот если смотреть, здесь видно достаточно неплохо, даже снизу, буквально около метра от стены, это начинается придомовая территория. Строил эту стену строитель, когда осуществлял строительство этого дома. Поэтому получается вот земля частная, стена была у застройщиков. Поэтому мы со своей стороны действительно такие определенные сигналы были. Мы организовали проектировщиков. На самом деле несколько проектировщиков уже сюда выходили. А если точно, наверное, уже, по-моему, 4-4 проектировщиков было. Для того, чтобы нам вынести на комиссию, нам необходимо, соответственно, иметь заключение. Поэтому, ну вот буквально сегодня уже пятый проектировщик работал. Ну, прям буквально в моменте это все и случилось. Поэтому, конечно, сейчас необходимо разбираться уже с последствиями. Там юридические моменты, все это уже, будем говорить, параллельно будут идти. Сейчас какие решения приняты? Сейчас я буквально вернусь, подпишу распоряжение о вводе чрезвычайной ситуации, локальной, именно по этому месту. Сейчас техника приступает к разбору, соответственно, и бетона, и, соответственно, грунта. Будем сюда складировать и разбирать. Ну, приняли решение, что вот эти фрагменты, это и то крыло, левое крыло, и вот это оставшийся фрагмент половины стены. Вот этого правой части, подпорной стены, тоже будем разбирать. Сейчас там шиномонтажникам надо еще доработать, чтобы убрать, потому что все равно придется это все уже демонтировать полностью. Здесь фрагментально не получится оставить. Ну, и сейчас будем, уже специалистов сейчас приглашаем, будем смотреть, как это все выправлять. Ну, я пока, наверное, аккуратно скажу, потому что все равно техновип и заключение дадут, как правильно, какие технические решения принимать. Ну, пока смотрим один из базовых вариантов все-таки делать сполаживание, укрепление и сполаживание. То есть, укрепительную призму с элементами, соответственно, тренирования. Поэтому сейчас смотрим, какую скалу и так далее. Поэтому, скорее всего, решение будет вот такое, по такой призме. Ну, понятно, высота порядка, наверное, шести метров. Соответственно, где-то у полаживания будет один к трем. То есть, здесь расстояние будет гораздо, наверное, дальше, даже чем мы стоим. Поэтому большой пока планируется вот так. Продолжение следует...